Приветствую вас, дамы и господа, и все те, кто меня смотрит. С вами Николай Партийный, и это игра Dark Souls. Полное издание, делаю непосредственно гайд на эту игру для всех фанатов и хедкорщиков. Ну, мы начнём. Значит, нахожусь я в локации посёлка Валич, в дополнение с DLC, для Dark Souls. После убийства босса Арториуса, мы уже спускаемся в посёлок Валич, к бонфаеру. Просто чекпоинт, обычный костёр. Значит, на ваше усмотрение, разжигать его или нет, сугубо ваше понятие. Чекпоинт состоит из того, что неким образом, используя лишь одну грамотную тактику и лук, один лишь лук, пройти с одного бонфаера до второго. То есть, с посёлка Валич дойти до ущелья Бездны. Это видео я посвящаю всем фанатам, тем, кто не сложил руки и нравится эта игра. Может быть, кто-то играет впервые. И так далее. Я сам являюсь фанатом, мастером Dark'а, знаю многие о игре уже, да, и так далее. И хочу, как бы, поделиться с вами. То есть, остались такие люди, которым ещё не безразлично всё это дело. Что нам потребуется? Значит, нам потребуется лук драконобойца, прокачанный на плюс 5. Значит, параметры нужно 20 сил, 20 ловкости. Весит он 10, десяточку, да, целый 10 единиц. Непосредственно. Устанавливаем этот лук. Также нам непосредственно требуются два артефакта. Это кольцо с дремлющим драконом и кольцо с ястребом. То есть, первое кольцо находится в локации крепость Сета. Второе в локации Анаонда. У кузнеца. Значит, сотню стрел драконобойцев. Я думаю, тут вполне хватит. Если грамотно стрелять. Тут качнусь тоже до максимума, ребят. Что очень неплохо. Ну что, начнём. Скидываем наш меч. Нам потребуется ещё бинокль. В принципе, и всё. То есть, каждая стрела стоит 500, да. Смотрите, ребят. Пятихаточку. 500 душ. С мобом мы в общем сумме получаем около 400. То есть, такое прохождение не сильно нас, так скажем, объединяет на души. То есть, да, мы, может быть, прогораем на одну сотню душ, но суть в том, что пройти с звуком драконобойца. Мы сделаем всё это очень аккуратно. Так, значит, тут некие проблемки у меня с звукозаписи. Ну что, значит, продолжим. Что вы должны усвоить заранее? То, что... Возможно, сразу не всё получится, но с опытом или с норовкой всё будет зергут. Что вам нужно понять первое? Это ихнюю анимацию. То есть, быть внимательным и следить за ними. Видите, они двигаются, да, там, движение. И непосредственно время от времени начинают тупо ржать припадочные. И так бы вам, может, всё испортить веселье. Так же вам непосредственно нужно уяснить одно, что вы должны их ваншотить, то есть убивать с одного выстрела, а то есть делать хэдшот. То есть стрелять только в голову в основном. То есть башка у них, благо, очень огромная и попасть в неё крайне легко. Посёлок Валич. И мы начинаем. Тут мы должны спускаться вниз, но не до конца, чтобы моб нас не запалил, так как у него радиус достаточно большой палива. Видите, этот парапет, да, вот этот зелёный, заросший, вот нужен нам на него. Он багнутый. С него можно как бы скатиться. Так что, будьте очень внимательны. Вот видите, оп! Видите, да? Как бы он скатывается с него. Что я хочу вам показать? То есть, оп! Всё. То есть нужно грамотно всё сделать. Идём по краюшке, вот так вот, не спеша. Ну, запрягалась, ребят, я уже давно это умею. То есть нужно выйти на край, то есть, если мы со ступенек будем стрелять, он нас запалит. Отсюда нет. То есть разворачиваемся. Берём лук, целимся сразу. И ждём, пока он вытащит свою бошку. После чего, да, вы сразу прожимаете вперёд, дабы в анимации этот товарищ может упасть вниз. У меня такое было, фейлил не раз. То есть он как бы убирает лук и падает вниз. Тут следующий дальше, четыре врага. Значит, и мы лезем на крышу. Выбираем грамотную точку. Тут всё главное, выбрать правильную позицию и всё. Смотрим на этих тварей. То есть, видите, да, они шевелятся, как бы, вроде бы, миллиметр туда, миллиметр туда. Или как он сейчас ржёт, припадочный. И вы можете на этом погореть. Вот в паду с моим утом упал вниз. После чего мы отправляемся назад, выше. Так как, если мы стрельнем в этих, да, то они запали, так как у них радиус больше, они ближе к нам стоят. Если даже вы в него просто попали, да, он упал, но вы его не добили, то сразу стреляете второй раз в ту же точку. То есть, и он, блядь, ляжет. Он вот одно стрелье умирает, но бывает не хватает урона. Кэдшот это гарантированный. Хоп, всё, башку прострелил. То есть, не забывайте про анимацию, так скажем. Не знаю, куда эти жопушки с моим утом уж рушали, но факт остается фактом. Кто-то там кричит, хотя тут живых людей нету. Лишь бы людей пугать. видите, там двое. Это выгодная позиция. Валим сначала дальнего. охотник за головами прям, блин. значит, ребят, немного посложнее будет. Значит, дальше загвоздка уже посерьёзнее. Спускаемся медленно вниз до угла. Видите, двух мох убедим. Ставим на него таргер, просто отходим. Всё, видите, моба вынесли. То есть, вот так вот нужно максимально чтобы урон прошёл, как минимум близко подпустить этого ущербного. Слушай, где там в углу моб. Я знаю, что он там падает. Значит, дальше уже идёт другая локация. рельеф можно так сказать. Видоизменённый. Чё-то по идее может вторгнуться чудесный честер этот подвой. Нужно его как-то загасить. в итоге. Спасибо. . Тебе не восторг ök ничего. Чё-то я не чё-то вау, чё-то - что это вау, что да, да. Видите, его анимация, ну, как бы, не достает, нужно ближе подойти. Субтитры сделал DimaTorzok Пока он, как бы, ближе не подойдет, он не попадет. Хитрющий Честер, а? Субтитры сделал DimaTorzok Да, ну, только, короче, мы долго будем стоять. Хе-хе-хе. Падион же на меня должен набладать, я должен защищаться. Ху-ху-ху-ху-ху-ху. Ху-ху-ху-ху-ху-ху. Ху-ху-ху-ху. Ху-ху-ху-ху-ху-ху. Ну, кто тут мастер, блядь? Так, Честера гуляли То есть, как вы видите, да Если грамотно все Делать, то Даже попасть по минимуму Да, я тоже промазал, но сколько он промазал Я уже не считал Я бы загасил с лука Драгонобойца Чудесного Честера Продолжаю свой путь Охотник за головами Я прям настоящий охотник Опачки Видите, да, очередной Калдун Калдунного леча Его, в принципе, и отсюда можно подстрелить Но Есть одно, как бы Дело То есть, от расстояния зависит урон Если расстояние сильно Большое, то урон Уменьшается Также, в принципе, шансы На промах У большинства людей Крайне великого Тут несколько причин Почему отсюда не надо стрелять То есть, здесь более выгодные позиции Чем там Так, ну, это был мимик Я знаю точно Оставлю на потом Уменьшается Уменьшается хедшот 481 видите да я попал в бошку и удали больше за естественно парирование убийство в голову дают больше бэкстеп и парирование хедшот по идее нам нужно добраться туда чтобы лифт опускался к сожалению мулов тут не видно хотя по идее должно быть видно отсюда даже то есть видите они у них как бы так анимация длится 30 секунд но они задерживаются на 1 секунду то есть как то так он прицелит смотрите вот да вот здесь хоп раз два три бли моб умри значит так же тут есть один баг смотрите вот на стену вот на эту прямо оп видите да красным загорелось сейчас точка это башка то есть я много знаю о багах здесь в этой игре большинства конечно не все но много множество можно в принципе даже убить вообще сквозь стену каким-нибудь мечом контр-выпадом например подойдет меч черного рыцаря или большой меч черного рыцаря очень неплохо как нибудь покажу но в дальнейшем шестьсотная шестьсотная что идем дальше и тут сразу же сворачиваем вдоль вот этой стены идем как бы вам определить у мобов радиус обзора как вот радиус света вот у вас ну вы должны прекрасно это понимать идем вдоль стены идем вдоль стены смотри здесь оп-моб и и и и то есть конечно можем оттуда сразу снять но оттуда попасть труднее еще то есть видим моб там но мы с ним позже разберемся то есть подействуете прямо а то этот моб спрыгивает на вас его можно с угла того замочить но там за текстур можно промахнуться там видите тоже колдун пачкаться мобов а 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 что Братный осколок титанита зелёного. Это так вот работает. Медленно просто идём до хунта угла. Медленно просто идём до хунта. Медленно просто идём до хунта. Так вот мы расправились с этими товарищами. Ни один болт не был промазан. Так скажем. Вот конечно я мог завалить того, которого спрыгнул моба сразу ещё снизу. Но там нужно ещё стать грамотным. Очередной моб, да? Оп. Хэдшот 720. Тоже там моб, да? Он ходит по кругу и нужно громадно стать, чтобы его вальнуть. Может, конечно, загорится и прибежать вот сюда. Хотя для меня непонятно как. так. Ну может паду. А, он меня заболел. Ну ништяк. Давай выходи. Хэдшот. Опачки. Это мимик. Ну тут вот в этом сундуке или в мимике, правильно. Лежит резон ключ от башни, где находится Гох Соколиный глаз. Который, в принципе, в конце нам даёт лук. После убийства дракона Каламита. И также можно купить эти стрелы Гоха. Они намного круче, чем драконобойцы. Давай, выставляй падуал свою тыкву. В принципе, мимик может на меня согрится, а может и не согрится. Ну не агрится, а зашибись. Он меня не заметил, понятно, ребята. Узорный ключ. С него, конечно, можно получить бошку мимика, но у меня их там две. Вот ящик, который даёт ул дополнительно, но он отжирает у вас за счёт алчности и хп только в путь. Ну, в принципе, всё. Тут труп висел. Ну, труп я сбил, забрал с него улту. Я говорю, я тут проходил и всё это работает. Проверял. То есть я знал, что можно там перестрелять много кого в неких локациях. по сути дела уже финишная прямая, но тут сложности не меньше. После чего мы тут, по сути дела, должны активировать. Лифтик, но он у меня уже активированный. Убиваем 2 Чунга Чанга, потом убиваем 2 Чунга Юнба, блин. Тут мы проходим к этой колонии битой. К уголку. Вы видите тоже в углу моб. Убиваем 3 Чунга. Убираем. Убираем 2 Чунга. Убираем 3 Чунга. Убираем 2 Чунга. Убираем 3 Чунга. Убираем 3 Чунга. Убираем 3 Чунга, если ты увидел 2 Чунга, хэдшот играет круто калек я охотник за головами еще тот так это жирнющий моб, его нужно валить и валить как властелин колец, он шел в него, там десяток стрел стреляли он все равно, сука, камикадзе бомбу донес стоять, бояться, упасть, отжаться кто такой, почему не в армии ну, думаю, шмот, небось, выпал, ну, как я и говорил уже знаю, габубленных бужинок, все, не падает хотя, знаю, что красный этот чертуган есть на Лугимплюсах, по-моему, приходит долгожданный спуск потом еще моб бывает ну, сразу так стоять и будем пулять он туда вниз и влетает лучше, конечно, вот так вот стоять так, наверняка ахм Ну что, дамы и господа, на этом я закончу. Надеюсь, вам понравилось мое видео, вам понравилось, пальцы вверх, кому интересно, подписываемся на канал, всем фанатам респект, уважуха, что смотрите, и играйте, учитесь, продвигайтесь, усовершенствуйтесь. С вами был Николай Партин, и до новых встреч, всем удачи.